Проект реализуется на средства гранта, предоставленного Департаментом Общественных и Внешних Связей ХМАО ЮГРЫ. Что для вас значит мама? Мама – это булочки утром в воскресенье. Это любимые сказки перед сном. Мама всегда ждет и любит. Мама дала нам жизнь. Авторадио «Сургут» представляет проект «Мама». Героиня сегодняшнего выпуска программы «Мама» Альбина Маркеева родом из Башкирии. Несмотря на огромную тягу к родине, о переезде из Югры никогда не думала, всей душой прикипев к Сургуту. Красивая женщина, счастливая супруга и мама, семейное счастье Альбина виртуозно совмещает с работой в роли заместителя директора Югорского ювелирного холдинга. Кроме того, она является соучредителем компании «Серебряный хит». Давайте знакомиться. В чем ты считаешь основная роль матери на примере своей семьи? Ну, это, наверное, забота. Да, забота и поддержка своих детей, чтобы они знали, что ты всегда придешь на помощь. Ну, в любой ситуации, даже как бы не экстренный какой-то, а просто нужно каким-то добрым словом поддержать или поднять моральный дух какой-то. Мне кажется, это вот основное вообще, наверное, для семьи. Это вот какая-то крепкая, да, такая крепость, семья. И в том числе и матери. Ну, у тебя парни. Да. Я считаю, что воспитывать парней – это такая вот она, скажем так, особая дисциплина должна быть и внутренняя, и у матери, и у отца. Вообще, кто занимается воспитанием? Ну, тут полностью мой супруг Сергей – это пример, папа. Как бы я не могу сказать, что я занимаюсь воспитанием, но и он тоже, потому что мы придерживаем такого мнения, что можно воспитывать сколько угодно детей, они все равно будут брать пример со своих родителей. Поэтому тут у нас есть классный пример отца, который как раз-таки и воспитывает, и показывает, каким мужчиной надо быть. Какой этот пример должен быть? То есть, допустим, папа должен дарить цветы не только по праздникам, а мама должна, я не знаю, там, гладить папину рубашки. Да нет, мне кажется, основное это вообще в принципе в мужчине – это не дарить цветы, а быть, наверное, надежным плечом, тылом, да, и он как раз-таки показывает это. Это не имение вредных привычек. У меня супруг, он не курит, не употребляет алкоголь, заниматься спортом, да, и я вижу, в принципе, и на примере, и дети наши, они просто обожают спорт. Дима как бы меняет только кружки в зависимости от того, когда что-то надоедает. Мы там начинали футбол, потом был бокс, потом была легкая атлетика. И, кстати, мне очень нравится, как он относится к этому выбору. Допустим, на бокс он ходил, он занимался профессионально, тренер в нем видел прям перспективы, но он пришел в один прекрасный момент и сказал, пап, я не хочу бить людей. Ох, да. И против такого аргумента, да, ты не скажешь, что ты там ходил столько лет, как сейчас. Он начал заниматься легкой атлетикой, тоже он показывал классные результаты, там, да, добивался, ну, не помню, какой-то разряд даже у него есть, юношеский первый. И в один прекрасный момент он сказал, я не чувствую, у меня нет выработки адреналина на старте, я не выигрываю, я понял почему, потому что у меня вот, ну, просто перестал быть интересен, может быть, этот спорт. И он на нас пришел заниматься волейболом. Ну, вот волейболом он пока сейчас так и увлекается, а младший у нас профессионально занимается плаванием. Мне теперь интересно, каково людям работать с Альбиной перфекционистом? Ну, мне кажется, непросто, но те, кто хочет добиваться результатов, они их добиваются со мной, потому что я обожаю разглядывать в людях как раз таких сильные стороны, и такие люди задерживают у нас в команде. Я всем своим членам команды говорю, девчонки, бывает увольнение, да, кто-то приходит, присматриваемся, уходит, но я говорю о том, что не бывает никаких хороших людей, да, просто человек не подходит к нам в команду. И когда мы расстаемся, я говорю, что я даже вам немножко помогаю, потому что мы протянули время, и от этого ничего хорошего не получилось. А так вы найдете свое место, вы смените деятельность, да, и иногда даже вижу там, вот в этом бы у вас получилось классно, да, и я на самом деле искренне об этом говорю. А люди в нашей команде, как раз таки в моей команде, это вот прям результатники, мне очень важно их вести, развивать, смотреть, очень важно подбирать команды, потому что это тоже непросто. Да, у каждого там свое какое-то доминирующее, есть какая-то черта, и не всегда все лидеры, они могут сработаться, поэтому приходится как-то так вот тоже наблюдать. Альбина рассказала, что блюда для нашей программы выбирали всей семьей и почти единогласно пришли к выводу, что готовить надо домашнюю лапшу. Для приготовления домашней лапши, так любимой в Башкортостане, нам потребуется мясо говядины или курица, лук репчатый, два куриных яйца, пшеничная мука, соль, перец, черный зелень и картошка. Многие ее, кстати, в домашнюю лапшу не добавляют, все по желанию. Ставим вариться мясо, месим тесто. Муки нужно добавлять к яйцам столько, сколько они, как говорится, возьмут. Пока варится картошка, раскатываем тонко тесто, режем соломкой и даем немного подсохнуть. Когда картошка почти готова, кладем лапшу в кастрюлю и варим еще 5-7 минут. Приятного аппетита! Какие традиции есть в семье, которые ты помнишь еще с детства и которые с огромным удовольствием ты привнесла в свою семью? Мне очень нравится, что до сих пор мы собираемся с родителями. У нас там, допустим, день рождения какой-то, мы собираемся большим кругом, теперь у нас много-много, да, уже родственников как раз-таки стол нам этот очень наш, выручает нас. И как раз-таки, наверное, в таких моментах передаются какие-то рассказы, да, что-то интересное. То есть истории. Да, истории взаимоотношения, как мы с родителями общаемся, они это тоже как бы пример видят. И у нас нет такого, что мы там в разный день рождения, мы пошли в своей компании, да, мы это можем сделать после. У нас всегда как бы на первом месте мы соберемся с родителями, с родственниками, отметим, а потом уже где-то можем как-то отмечать. А дети с этой традицией согласны? Они ее хотят в дальнейшую взрослую жизнь взяли? Не знаю, честно, не знаю. Как бы сейчас, допустим, старшего мы не заставляем, не напрягаем, да, как они говорят, что хочешь поехали, не хочешь не поехали. В последнее время как бы у него тоже есть такое, что если это день рождения бабушки, допустим, он не может его пропустить. В прошлый раз он где-то был на соревнованиях, или что-то было важное, он приехал на Гануни, сам ее поздравил, да. И уже как бы на следующий день поехал, ну, к чем-то он там был занят, ну, к каких-то соревнованиям на свои. Поэтому я думаю, что как бы, наверное, мы частичку этого все-таки передали им, и что, ну, как и все мы в подростковом возрасте, может быть, и не будем, да, следовать этой традиции. Но после я думаю, что да. Ну, а что бы вот тебе хотелось им 100% точно отправить в их взрослую жизнь? Хотелось, чтобы они никогда не опускали руки, потому что на одни и те же вещи можно посмотреть по-разному, да. Можно посмотреть на пасмурную погоду и сказать, все, погода не очень, с утра вообще день не задался, да. А можно взглянуть там совершенно с другой стороны, сказать, блин, круто, дождь, свежо, такой кайф, запахи классные. Поэтому как бы мне бы хотелось, чтобы вот внутренний такой стержень, но я думаю, что он есть, он уже заложен, да, потому что такой отец, такая мать. Пример. Что бы, пример, да. Как раз-таки у них, наверное, так и будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова